Послание Отца Абсолюта от 8 декабря 2021 года Взаимодействие коллективного сознания человечества с общепланетарным сознанием Здравствуйте, дорогие мои любимые дети! Сегодня мы с вами поговорим о взаимодействии коллективного сознания человечества с общепланетарным сознанием, чтобы вам было понятно, в чем состоит разница между ними. Несмотря на относительную независимость общепланетарного сознания Земли от сознания ее обитателей, конечно, они все же влияют друг на друга, поскольку находятся в едином энергетическом пространстве. Чтобы вы лучше поняли, как это происходит, представьте себе общепланетарное сознание в виде энергетического купола, в котором сконцентрирован весь опыт пребывания планеты в ее нынешнем воплощении, а коллективное сознание – в виде присоединенного к нему через невидимый энергетический канал огромного Грегора, который, в свою очередь, разделен на множество других. На самом деле, Грегоры в них можно назвать весьма условно. Скорее, это всеобщий банк знаний и опыта, накопленных каждым из видов существ, обитающих на планете Земля. Как вы уже знаете, коллективным сознанием обладают все природные стихии, все виды животных, растений, представители всех рас и цивилизаций, воплощавшихся когда-либо на Земле и находящихся в воплощении в данный момент. Все они связаны между собой, все оказывают влияние друг на друга, все проходят свой путь эволюции, либо инволюции, и поэтому эти энергетические образования весьма подвижны и изменчивы. Относительно неизменным остается лишь общепланетарное сознание Земли, которое находится над ними, и для которого все происходящее сейчас на планете процессы являются лишь мгновением в той вечности, в которой она пребывает. Но в настоящее время, когда ваша планета находится на самом пороге Вознесения, своего перехода в Пятое измерение, процессы взаимодействия общепланетарного сознания с коллективным сознанием человечества приобретают уже совсем другой характер, поскольку такие глобальные изменения не могут пройти бесследно для всех обитателей Земли. В результате мощнейшего потока новых высоковибрационных энергий, идущих сейчас на Землю, начинают рваться прежние энергетические связи между коллективными сознаниями различных групп обитателей планеты, которые раньше имели довольно прочные связи между собой. Происходит то, что мы с вами называем вибрационным расслоением, в результате которого коллективные сознания различных существ, воплощенных в человеческих телах, обретают свои четкие очертания и отстыковываются от коллективных сознаний других обитателей Земли. Особенно это заметно на примере коллективных сознаний чистых человеческих душ и рептилоидов, которые пошли каждой своим путем. Если для рептилоидов, как искусственно выведенной расы, нынешнее положение на Земле является вполне приемлемым и даже удобным, то для людей оно оборачивается катастрофой. Если первые привыкли жить по программам, навязанным их хозяевами, во всем следуя привычным стереотипам мышления и поведения, то для вторых, свобода воли и самовыражения являются не пустым звуком, а смыслом их существования. И сейчас вы можете наблюдать это на примере многих ваших друзей и знакомых. Но специфика этой ситуации заключается в том, что на протяжении веков рептилоидные программы планомерно и умело внедряли в человеческое общество, что привело к тому, что и люди стали воспринимать их как нечто естественное и привычное для них. И теперь пришло время избавляться от этого печального наследия. И в следующем своем послании я расскажу вам, как вы можете это сделать. Любящий вас безмерный Отец-Абсолют говорил с вами. Послание приняла и начитала Марта. Сайт Возрождения. Продолжение следует...